Теперь отношение к мужу. Уважение – самое главное качество, так же, как к женщине. Как уважать мужу? То, что у женщины является самым крупким, то и надо в ней уважать. У женщины самым крупким является характер. Надо очень аккуратно к его характеру относиться, не надо его пытаться исправлять. Вот какая есть, такая есть, все. Не надо пытаться ее мучить. Точно так же у мужчины самым крупким является его взгляды на жизнь. Как женщина должна уважать мужа? Вот так, очень смотри, пишите простую правду. Вот так. Давайте, женщины, очень-очень все уважать мужа. Да, мой хороший, да, мой хороший. Согласна со всем, согласна. Это, смотрите, у женщины есть определенные вещи, которые она не может себе поменять. Допустим, муж говорит, все деньги пойдут на машину. Она не может это принять. Ей надо хлопить. Или, допустим, ребенка одевать. И на какую машину? Дуртову вообще. Как она должна себя вести? Это ее аскез в жизни. Какой муж – это ее аскез? Что она должна сказать мне? Дану, что деньги пойдут на машину. Значит ли это, что все деньги пойдут на машину? Конечно нет. Куда пойдут деньги, жена знает. Почему? Потому что она знает, что у мужчины нет такой силы, собирая деньги. У женщины есть два оружия, которые невозможно победить. Первое оружие – это эмоции, мягкие, нежные эмоции направлены на мужик. Второе оружие – слезы. Из две категории эмоций. Первая категория – злые эмоции, разрушая жизнь женщины. Она на мужик. Рядом! Деньги пойдут на квартиры! Если петуху объявить войну, что петух делает, сражается за последнюю. Если женщина в мужчине включает петуха, то в мужчина легче ему погибнуть, чем отступить от своей велики. Он уже тупит, уже понятно, что надо ребенку покупать одежду. Он же ходит в дырявой одежде, и равно на махну. Почему? Потому что подключили петуха. Понимаете? Когда с мужчиной сражаться, в нем включается петух. Когда в мужчине подключился петух, дальше жизнь закончена. То есть, мужчина вести себя нормально невозможно. Просто он «брррррр» и все. То есть, в нем включился петух. Все. Что женщина должна сделать? Не нет петуха. Она должна уступить. Зачем? Чтобы победить. Такая шахта. В чем интересный вопрос пока, что мужчина не будет. Сейчас мы проведем голосование. Так, мужчина, смотрите. То есть у вас есть принцип жизни, да? Вы говорите, будем копить на машину принцип свой, говорит женщина. Внимательно слушайте меня. Женщина говорит, я согласна. Сразу просто, я согласна, копим на машину все. Но у нее есть свое желание. И она плачет потом и говорит, я не знаю, у меня что-то внутри такое здесь. Она говорит, какой? Ну-ка рассказывай, какой у тебя будет. Я не могу, мне стыдно. Ну что у тебя сидит? Рассказывай. Плать, я хочу. А надо идти на машину. Мужчина говорит, будем покупать плать. Видите, победила жена. Мужчина, поднимите руки, кто не согласен с такой актой. Победила жена, кто не согласен. Смотрите, в зал не один мужчина, один только поднял. Вы женат? Сколько? Сколько времени? Скоро году. Скоро году, да. Вот и не согласен. Вы не понимаете. Статцы. Вам надо согласиться. Смотрите, все мужчины здесь. А? Потому что я не согласен, не знаю, что я не согласен. Согласен с вами. Я не согласен, значит, что это не так. Жизнь пока. Вы можете быть правы. Вы можете быть правы. Смотрите, здесь в зале сидит как минимум 200 мужчин. Они никто не поднял руки. Но они все женаты. Боятся. Боятся? Хорошо. Кто меня боится? Нет. Кто не боится? Видите, вам надо задуматься. Сколько мужчин не подняли рукой, не согласны с такой тактикой, что жена соглашается со мной, но если она плачет, я ее ступлю. Это значит, что мужчина разумный. Не понимает, как над женщиной все есть. А у вас какая тактика? Я просто не буду давать ей что-то. Вы не будете давать ей что-то? По-моему, я сразу приеду. Ой, как было бы что-то. Я просто сразу согласен, что платы купить, да? А как? А как? Я ставлю такой звонок. Ладно, зашли в пол. Так. Машину не пасть. Ни в одну. Машину пасть невозможно. Человек будет, да, дети. Сейчас объясню вам. Вы не знаете природу женщины. Машину хватит или нет? Ни в одну. Сейчас объясню. Это очень хорошо. Спасибо вам. Вы на самом деле мне помогли. Мы лучше сейчас разбираемся вперед. На санскрите женщина называется стрит. Что значит стрит? Все расширяющиеся желания. Прямо название. То есть у нас называется женщина. Ничего не говорит слова, да? Кроме как жена. На санскрите. Санскрит это дельный язык. Люди видели природу. Так называли вещи. Говорят стрит. Означает. Желания не останавливаются. Допустим. Согласился. Жена говорит. Не машина в платье. И муж говорит. И машину в платье. Она говорит. Хорошо. Это значит, что машина не будет. Потому что после платья будет утюг. Потом будет еще что-нибудь. И так будет бесконечно. Поэтому мужчина устанавливает правила. Устанавливает правила. Почему? Потому что у женщины бесконечно расширяющиеся природы. Она не может себя остановить. Невозможно. Женщине невозможно себя остановить. Поэтому мужчина говорит. Живем для машины. Это правило. Да? Это правило. Оно ограничивает количество платьев. Видите. Воскрепляет гармония. Платье все равно будет. Но не так много. То есть есть правило. Мужчина устанавливает правил. Он говорит. Живем для машины. Это правило. Но жизнь в семье в основном состоит из исключений. Но если правила не было. Исключения вы мужчину просто придушили. Она бы просто его раскресала. Своими желаниями потратить деньги. Поэтому должно быть правило обязательно. Но машина как еще что-то. У нас семья живет для какого-то принципа. Деньги идут туда. Но это не значит, что все деньги туда входят. Если женщине что-то надо, она обязательно это использует. Потому что ее психика сильнее. И мужчина уступает. Такой принцип жизни. Мужчина должен устанавливать правила жизни. И много будет исключений. Которые женщины им не любят. Женщине конечно не нравится. Вот женщинам бы лучше ваша позиция понравится. Мне сказали. А ведь иначе здесь немножко не прав. А молодой человек немножко прав. Женщинам бы не понравится. Мне сказали. Да. Лучше пускай. Вот по моему желанию все будет. Получится как в Золотаве. Вы помните историю? Еще куча бронит за старуха, да? Не дает старинку мне покоя. Это природа женщины. Она не может успокоиться. Позволяет больше, больше требует. Больше позволяет, больше. Берега размываются до каких пор? Пока река не уходит без берегов. Река уходит без берегов. Беды говорят куда? В поле. Там, что с ней происходит. Она растекается и высыхает. Женщина без мужчины растекается и высыхает. Она для всех. Ее красота разгребанивается. Сила женская разгребанивается. И ей тяжело жизнь становится. А с мужем что она делает? Доводимую. Почему доводимую? Потому что такая женская природа. Женщина разрушает берега. Она как разрушает? Лаской. Она заботится о мужа. Он расслабляет. Стоятельность и силу. Берега тает. Да? Чем она еще его расслабляет? Разбавляет эмоциями. В поле берега. На поворотах втыкается в них и размывает. И так женщина сама разрушает свою семейную жизнь. И потом говорит, господи, дура-то я какая. Ну чем же я так себя вела? Уже поздно. И чтоб женщина не была дурой такой, для этого мужчина должен быть очень сильным. Сила мужчины всегда в принципах. И женщина как к принципам мужа относится? Дама хорошая. Так можно сохранить гормонную семье. Дама хорошая означает, психика его не сломается. Все. Однозначно, чтобы быть по-вашему, не волнуйтесь. Когда вы уступаете мужчине, у него сердце открывается. А сердце мужчины бесконечно щедрое. Чтобы вы знали. Для близких людей бесконечно щедрое. Мужчина даже себя готов отдать для жизни. Поэтому он идет на войну. Почему мужчина хочет погибнуть? Ради своей семьи. Он готов отдать даже свою жизнь ради своей семьи. Но вот этой вот дуре я жизнь отдавать не буду. Почему? Потому что она не может так говорить. Да, мой дорогой. Она всегда говорит, нет, мой дорогой. Это означает неуваженная конструкция. Поняли женщину систему? Как хочется сказать всегда. Нет, мой дорогой. Как надо. Как надо. Ага. 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 Приюль с утра. Приюль с утра. Приюль с утра. Почему так вот? Я сейчас не стану. Прийлю. Приюль с утра. Приюль с утра. Приюль с утра. А? А что мы остановились? А? Как? Да, дорогой, а? Да, дорогой. Ладно, проедем. Почему именно так? Женщина должна соглашаться. Ага, почему женщина должна соглашаться, да? Вот так, как и важно. Историю какую-то хотела рассказать? Давайте. Хотели рассказать и чему-то открыли. Откуда? 20 минут. Видите, уже значит время закончено. Итак, как дальше жить, вы узнаете в процессе беседы. Обязанности женщины и мужчины мы будем дальше обсуждать утром, завтра, послезавтра. А завтра вечером будем обсуждать. Итак, смотрите. Самое главное – это дать понять. Обязанности – это то, что нельзя не выполнять. Это основное. Главные обязанности – это уважение. Нет соглашения с мужчиной, нет жизни в семье. А вот, что я хотел сказать. Что женщина, на самом деле, она так психико у нее устроена, что она видит все мелочи недостатков характера мужа. Потому что все недостатки у мужчины находятся снаружи, а все недостатки психики женщины находятся глубоко внутри, и они недостижимы для обычного человека. только очень глубокий человек, и разумность может их различать. Недостатки женщины – они скрыты. И поэтому женщина, когда смотрит на себя в зеркало, думает – господи, какая я красивая. И какому дураку достал меня. Понимаете, такое мышление. Почему оно такое? И это дает так же, так как она верит в свою красоту, поэтому и она кажется всеми красивой. Почему женщина красивая? Потому что она верит в свою красоту. Что значит верить в свою красоту? Значит, не видеть в себе недостатков. Для женщины это нормально. Это она должна быть такой. Она должна быть красивой, то есть не видеть в себе недостатков. И поэтому мужчины думают – господи, богиня. Тоже не видит в ней недостатков. Но зато женщина хорошо видит в недостатке мужа. И не просто видит, она их надолго запоминает. И поэтому мужчина с женщиной соревноваться в споре не может. Смотрите, мужчина с женщиной говорит какой-то недостатком. Он говорит, почему такая ты человек? И она ему говорит, кто бы говорил? И перечисляет ему 10 недостатков. Со скоростью ветра. И он говорит, он потому что больше ничего не знает о нее потом. И он в шоке как бы. Как с ней можно разговаривать? Он мне 10 недостатков уже сказал, а я только один помню. Поэтому спорить женщине бесполезно. Женщина знает все про своего мужа, все. И у нее все документы на которые она может прямо сейчас добить приговор. Сделать приговор прямо сейчас. Женщина словит бесполезно. Теперь, что должна женщина делать? Она должна учиться бить мужа хорошего. Это очень сложный, тяжелый процесс. Как начать уважать мужа? Но женщина для женщины это возможно. Потому что уважение женщине живет. Это ее природа. Итак, пишем все недостатки мужа. На одной стороне бумаги. На другой стороне листа пишем все хорошее. Может быть, будет пару раз. Задача молиться на следующее утро и после молитвы. Так, но это недостаток несущественный. Да, это почти что не недостаток. Это наоборот преимущество. Вычеркиваем это, вычеркиваем. А вот здесь я вот забыла написать еще кое-что. И должно стать так, что у них преимущество мужа стало чуть больше, чем недостатков. Это значит, что вы победили судьбу. Да, вы уже начинаете больше хорошего качества видеть. Значит, вы начинаете его в сердце уважать. А как только вы мужчину начинаете уважать, вы его поливаете благословениями и не проклятыми. Пока женщина видит мужчине только недостатки, она его все время проклинает, и он трогает все время. Помните, у других мужики, как ребедушки, а у меня бедоносец. Это проклятие, проклинает женщина, поливает проклятие. Он правда бедоносец, стоит, как его бедоносец, и делает. То есть мужчина состоит из благословения или проклятия жены. Женщина вкладывает какую-то силу всегда в мужчину. У нее нет своей силы, она у нее есть благословение. Она или благословляет мужчину на победу, или проклинает его одной из двух. Она этого, конечно, может не осознавать, но это так. Этому женщине должна научиться больше хороших качеств мужа видеть, что сердце ее, а мужа хорошо отзывалось. И тогда она его благословляет, защищает свою жизнь. Понятно, да, системы? Причитесь этому женщине, иначе он вас бросит. Когда постоянно мужчину проклят, он бросает, то есть он не может дальше в ночь. Он встает только в такой жизни. Сейчас у нас осталось совсем немного времени, и мы сейчас будем тренироваться с вами. Понятно, что мы не будем молиться, потому что у нас каждую своя вера, и это хорошо. У меня нет цели поменять вашу веру. И если у кого-то она будет меняться, это не то, что я хочу. Я хочу, чтобы у вас оставалась ваша вера, но ее надо развивать. Вера не означает, что я знаки отличия любезные ношу, и при этом ничего не делаю. Вера — это деятельность сердца. Поэтому мы сейчас будем с вами учиться, молиться, но с помощью других способов. Есть такой способ — это нравственный настрой. То есть в моей лекции нет нравственного характера, они не касаются какой-то конкретной веры. Нравственное настрой — это то, что всем приемным одинаково. Просто по-разному. Например, здесь есть мусульмане. Для вас этот настрой будет любить так. Вы кланитесь в священном писании и в святом имени. Для тех, у кого образ приемлем в деле, они кланятся святому человеку или Богу. То есть есть три проявления святости. Это образ, священное писание, книга. Можно кланяться святому человеку, можно кланяться святому имени, можно кланяться имени Бога. Все это равноценно действует. Но если человек никому в жизни не кланяется, разум его не развивается. И это объясняет, как развивается разум на таком примере. Точно так же, как вода перетекает из одного места в другое, точно так же знание перетекает от одного человека в другом. Теперь смотрите, если я ставлю бутылку ниже стакана, я могу налить, нет? Нет, я могу налить, если вышел бутылку. Человек должен кому-то кланяться, иначе он не получит знание в свою сердце. Знание перетекает одного человека к другому, если мы себя ставим ниже. Кланяться значит ставить ниже, значит уважать. Понимаете, человек должен кланяться святостью, иначе он не сможет развиться как Личность. Знание не перетечет. Что такое знание? Это сила, которая меняет сердце. Как это происходит, я вам сейчас объясню. В какой-то момент в плане святому человеку вы подумали, Господи, какой чистый свет. У вас в сердце появится чувство чистоты. И это чувство будет давать жизнь, ощущение жизни. Иногда бывает фильм, посмотришь, как фильм «Оскар». Помните, кто смотрел? Такое чистое, светлое чувство в сердце. Господи, какие чистые люди. Так хорошо жить, как эти люди живут. Да? Означать веру. То есть сердце поменялось, появилось чувство чистоты. Это значит, что жизнь будет лучше. Вы получили знание в сердце. А знание рождается в Богу. Появляется понимание. А знание появляется понимание. Я так буду делать в жизни, так не буду. Так буду, так не буду. Почему понимание приходит? Потому что появляется в сердце чистота. Я так чувствую эту чистоту. Я хочу так жить, как этот человек. Вот то, чем сейчас мы будем заниматься. Это внутренняя жизнь называется. Из нее нет счастья в этом мире. Так многомысленно кланяться. Или священному писанию. Или просто именем Бога. Молитию можно кланяться. Или образу святого человека. Или икони. И мы хотим перенять что-то от святого человека. Мы хотим получить эту чистоту. Но ее невозможно перенять для себя. Она не принадлежит человеку. Человек не может счастья зациклить на себе. Он должен его всегда отдавать. Поэтому, если человек не понимает этот принцип, он никогда счастлив не будет. Я желаю всем счастья. То есть это древний настрой. На всех верах он везет. Я желаю всем счастья. Мы кланяемся святому человеку и думаем. Господи, я хочу быть таким же, как ты. Но это возможно. Только если я твою чистоту буду отдавать. Видите, я вам сейчас дал настрой. То не усадь настрой на любой молитве. Человек как ни настрой, не может молиться. Молитва означает связь. На санскрите молитва называется манта. Что такое манта? Ман означает ум. Трак означает. Усмирение. Практика ума. То есть человек с помощью мантры соединяет свой ум с чем-то. Это соединение называется на санскрите йога. Что такое йога? Йога – это не гимнастика. Сейчас думают. Йога означает упражнение. Нет. Йога означает связь. С чем? Со святостью. Связь со святостью означает верность. Человек чувствует святость, он не уберет, значит. Эта непобедимая сила в его сердце дает победу в судьбе. Как можно простить человека? Сам не может простить человека. Он кланяется святому человеку. Я хочу быть таким же. Но в сердце живет желание простить. И когда чистота эта приходит, раз простилась со мной. Вот так человек прощается, получив святость. Понятная система? Мы не можем сами ничего в жизни изменить. Сам человек себя из-за волоса, из судьбы не вытащит. Но если он контактирует с силой, которая меняет его жизнь, жизнь меняется сама. Нужно просто кланяться. Я хочу быть таким же, как ты. Жизнь меняется сама. Тот, кто пытается менять жизнь, не будет побежден судьбой. Тот, кто просто учится у святых, у чистоты, жизнь меняется сама, и мы не можем в это вмешаться. Приходит тренинг, судьба отступает, экзамены сданы. Следующий экзамен издаётся. Мы не можем сказать, я не хочу так жить, я хочу по-другому. Я хочу бросить пить, я хочу бросить курить. Невозможно бросить пить и курить. Но если ты начинаешь думать о святости, оно само отваливается. Я проводил статистику вот этих залов. По 800 человек приходили. Я спрашиваю, кто с помощью знаний бросил курить? Поднимает 80% людей. Кто с помощью силы воли? Один-два человека из всего залов. Понимаете, да, о чём я говорю сейчас? Правильный настрой жизни сам меняет жизнь. Не надо париться, не надо напрягаться, не надо приводять усилия. Всё меняется само собой, потому что ты меняешь своё понимание жизни. Хочу человек кланяться святости, а хочу быть таким же, как ты. Это означает, что всё в жизни поменяется. Сто процентов. Так мы повторяем вместе очень спокойно, мысленно кланяемся. У нас есть точность внутри себя. Спасибо. Пожалуйста! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok